ноябрь в сибири уже два месяца как отопительный сезон согласитесь что тепло зимой самое важное из коммунальных благ но современному человеку важно и такое его качество как экологичность люди хотят чтобы тепло согревала их дома но не загрязняла воздух отсюда такое пристальное внимание к теплоисточникам крупным грэс тест котельным и даже частным домам с печками сгк тоже за экологичное тепло а поэтому сегодня мы расскажем что реально делаем чтобы она была у жителей кемеровской области и для этого отправляемся в город белово город белово своем роде уникальный он объединяет центральную часть и шесть поселков расположенных в радиусе 30 километров в одном из них поселке инской расположена электростанция сгк беловская грэс сегодня на долю беловской грэс приходится треть электроэнергии которая производится в кузбассе а вот тепло электростанции вырабатывает только для небольшого инского все остальные районы белово получают тепло и горячую воду либо от котельных либо от печек в городе много частного сектора при этом 17 муниципальных котельных расположены в жилых зонах города это котельная номер 33 она расположена практически в 100 метрах от соседних домов а дымовая труба на уровне пятого этажа как и все котельные этого города она практически не имеет степени очистки а поэтому зола сажа еще и дымящий пылящий угольный склад жители ближайших домов это абсолютно не радует и все категорически против чтобы она находилась в центре города я живу в этом доме уже десятый год конечно мы страдаем здесь очень столько сажи выбрасывает эта котельная и она даже не сажа идет мелкие мелкая фракция угля он посмотрите какие у нас окна их нужно почти каждый день протирать я в квартире протираю каждый день а этот дом новой девятиэтажка я вообще поражаюсь как они живут черный дым заходил он никуда не рассасывался а он заходил именно в седьмой восьмой этаж квартир я не знаю если там молодые живут и дети они больные будут через несколько лет это однозначно вот такое в белого тепло весьма далекое от того которые хотят жители ситуацию нужно и можно менять как привести в город правильное тепло экологичное и для этого есть все необходимое запрос потребителей расположенный рядом теплоисточник беловской агресс грамотные технические решения финансирование и что важно поддержка властей региона почему тепло тэд самое экологичное потому что она работает в режиме к генерации то есть совместной выработки тепла и электроэнергии как это происходит перегретый пар от котла с начала работы в турбине которая приводит во вращение генератор вырабатывающий электроэнергию отработав турбине пар попадает в бойлеры где подогревает сетевую воду которая идет в город для отопления и горячего водоснабжения беловская гресс расположена в 12 километрах от центральной части города высота ее дымовых труб 150 метров то есть выбросы рассеиваются в тех слоях атмосферы где человек не присутствует ведь люди не летают на станции естественно стоят газоочистные установки способные улавливать до 97 процентов твердых частиц чтобы привести тепло в белово от гресс сгк построить новую тепломагистраль протяженностью 12 с половиной километров и тогда уже в двадцать первом году 6 котельных можно будет закрыть правда у жителей белово есть сомнения что такая длинная труба будет работать без аварий и тепла хватит всем говорят что котельные хоть и чадят но они рядом на глазах уверяем такая протяженность вполне рабочая в кемерове например мы построили тепломагистраль от кемеровской тэц в рудничный район протяженность трубопровода такая же 12 километров в начале 2020 года закрыли две котельные в этом же районе а жилье перевели на мощности тэц и никто из наших новых потребителей не замерз на самой беловской гресс необходимо будет реконструировать две турбины чтобы увеличить их теплофикационную мощность плюс предстоит реконструкция химводоочистки и бакового хозяйства модернизация насосной станции на беловской грязь планируется реконструировать два турбогенератора станционный номер 3 номер 5 с целью организации теплофикационного отбора устройство двух бойлерных позволит резервировать город белово по теплу стопроцентном объеме также планируется реконструкция модернизация так сказать новое строительство химводоочистки с целью обеспечить город водой питьевого качества горячей водой проект достаточно обширный серьезный для строительства тепломагистрали в белово мы уже закупили все трубы опоры другое оборудование фактически работы начались но построить тепломагистрали от грез в город мало теплосетевой комплекс города давно физически и морально устарел вместе с замещением котельных необходимо перекладка коммуникаций строительство дополнительного оборудования и здесь крайне важно частное государственное партнерство к счастью это понимают региональные власти и сделали все чтобы белово попал в пилотную федеральную программу 60 плюс начиная с 2020 года из государственного бюджета город начнет получать деньги на замену городских коммуникаций участие программе на 60 плюс это один из важнейших проектов для нашего города совместно с компанией сгк мы разрабатывали презентацию по и подавали заявку министерство строительства российской федерации а то чтобы наш город стал одним из пилотных проектов на территории российской федерации ведь мы знаем что первоначально всего пять городов принимали участие и не все прошли работа велась практически целый год то есть изначально у нас возник проект это переключение нашего города на мощности беловской грс и при помощи сибирской генеральной компании мы не применули использовать такую уникальную возможность получить том числе и федеральные средства для того чтобы ускорить процесс переключения нашего города и вот совместно мы разработали программу подали эту заявку да это было не просто всего пять городов принимали участие тем более когда ты первый когда ты еще не знаешь какие нормативные документы необходимо подготовить как это будет рассматриваться первым всегда тяжело но нам это удалось к началу отопительного сезона 2021 года жители города белово будут получать тепло уже от беловской грез конечно не обойдется без перекопанных дорог и тротуаров но эти неудобства временные а тепло надолго если в белого стройка только-только начинается то в кемерово на проспекте притомские работы идут полным ходом а на отдельных участках уже давно завершены задача у сгк в столице кузбасс этажа доставить в город наиболее экологичное тепло тепломагистраль номер 4 доставляет тепло от кемеровской грез в ленинский район построена она была над землей и служил в общем-то исправно но город меняется развивается и наземные коммуникации уже где-то портят вид улиц мешают застройки на этом участке мы строим новый трубопровод протяженностью 200 2700 метров в подземном исполнении диаметром 1000 вместо старого надземного вы видите диаметром 800 на высоких опорах увеличение диаметра необходимо для подключения перспективного строительства в ленинском районе новых спортивных комплексов и торговых центров после монтажа теплотрассы старый участок мы демонтируем вот этот гигантский спортивный комплекс откроется уже в следующем году а теплосети для них готовы СГК их построила минувшим летом тепло в новые объекты пойдут тоже от кемеровской грез ее трубы кстати тоже видны отсюда 180 и 210 метров они даже выше чем на беловской грез в общем экологичное тепло дело конечно хорошее востребованное хоть и не простое но мы продолжаем работать поэтому о всех новых проектах будем вам обязательно рассказывать